Итак, наконец-то до NBC и до всех остальных в Америке Дошло то, что какой-то комик знал уже два с половиной года назад А где Шампен? Где же Шампен? Не в Инстаграме, не в других местах Итак, все теперь против войны на Украине, даже NBC News И даже правительство Соединенных Штатов Американские и европейские чиновники потихоньку начинают говорить украинским властям Что, возможно, мирные переговоры с Россией могут привести к окончанию войны Мирные переговоры были еще в марте 22-го Если бы Соединенные Штаты не сказали, что собираются принять Украину в НАТО То никакой войны бы и не было, никакой войны бы не было И украинские нацисты, батальон Азов, перестал бы бомбить Донбасс Ведь эта война была спровоцирована НАТО и Украиной Они сами хотели ее, и мирное соглашение было уже в марте 22-го Но чтобы помешать ей, НАТО прислало Бориса Джонсона на Украину А знаете, кто еще помешал ей? Батальон Азов сказал, что если он заключит мир, то они повесят его на суку И теперь мы посмотрим, что будет, повесят ли его на суку Так как теперь Соединенные Штаты толкают к миру, ибо в самой Америке Отношение к финансированию этой войны уже изменилось А Украина, вся эта страна, живет только за счет американских денег Мы платим зарплаты их учителям, их полицейским, их пожарникам, их врачам Мы оплачиваем их медицину Мы оплачиваем все Соединенные Штаты Мы не делаем этого для народа самой Америки Но мы делаем это для самой коррумпированной страны в Европе Почему? Потому что это схема Ведь вы можете дать эти деньги военно-промышленному комплексу Уверен, что мы платим их за продвижение этой повестки Так как я не припомню, чтобы в реальной жизни Видел людей, которым было бы до такой степени не начихать на Украину Я видел массу ботов, массу иконок с флагом, массу катающихся вокруг либерастов от МСБС, но не обычных людей Даже если пытаешься шутить об этом перед нормальной публикой То приходится соотносить это с чем-нибудь и даже немного пояснять Ведь всем на это наплевать Что ж, посмотрите на этот заголовок Они потихоньку начинают говорить украинским властям, что, возможно, мирные переговоры с Россией могут привести к окончанию войны Итак, что происходит? Теперь им приходится умолять Россию закончить войну Так что вместо того, чтобы закончить войну, когда Россия была готова То теперь, как мы уже говорили, это закончится именно так, как мы говорили Это закончится на российских условиях Так все и будет И Россия оставит себе Крым Оставит себе Донбасс Оставит себе 20% страны Как они и планировали изначально, оставит себе проход к морю Ух ты, это обошлось нам всего в 130 миллиардов Это обошлось нам всего в 200 миллиардов долларов Это наша лучшая инвестиция Разговоры ведутся об очень широком спектре того, чем Украине придется поступиться во имя заключения сделки И все это время мы об этом говорили Интересно, что потребуется Ну, то есть, от какого это числа? Какое же, какое число? Да что с ними не так? 3 ноября 23-го Мы говорили об этом еще в марте 22-го Обсуждается осознание динамики военных действий на Украинском фронте и политической динамики в США и Европе Это все началось из-за беспокойности европейских и американских чиновников, что война зашла в тупик Постойте, а я думал, что контрнаступление идет успешно и что Путину на Украине надрали задницу Именно это и говорили лично мне люди, которые смотрят официальные новости и читают Нью-Йорк Таймс и Вашингтон-Пост Они говорили, что этот парень, комик из Бостона, говорил А мне нравится смотреть, как Путину надирают задницу по всей Украине Чего? А он был на Украине? Что он смотрел? Ты же... Но он... Ты же... Ты же не доверяешь Он смотрел CNN Давай, что там Я хочу сказать, что это не тупик Это не тупик Это не хренов тупик Не важно, сколько денег они еще потратят Ваших денег, чтобы уйти из чести Каков там дальнейший план? Может, просто дадим ему умереть? А... Чиновников из администрации Байдена также беспокоят, что на Украине заканчиваются войска Да вы, наверное, шутите Да? Они там... Мы вам... А как насчет отправить туда спецотряд на инвалидных колясках? Они... Хватают парней на автобусных остановках Ага Так что... Вот вы не думаете, что если бы украинский народ верил бы в эту войну, то он бы добровольно шел... Но они не идут А... У них заканчиваются войска, в то время как у России, похоже, подкрепление... Они не кончаются Да А вы знаете... Эй, Сири, каково население на Украине? 37 миллионов 37 миллионов! На Украине живет меньше людей, чем в Калифорнии Эй, Сири, каково население России? 133... У них почти на 100 миллионов людей и больше Да Так что это все... Ладно На Украине также проблемы с набором Мы недавно прошли... Вот, посмотрите, вот так идет набор Вот так они набирают Вот как они вербуют Они идут на остановку к парню с рюкзаком и... Просто хватает его Я у них видел пожестче Да Это они еще слабее Да А в чем же дело, Украина? Не можете убедить людей идти в армию? Похоже, что патриотизм... Но патриотизм же должен быть высок, как никогда, разве нет? Но вам надо поступать, как поступает сейчас Израиль Показывать, как в бараках танцуют красотки А что есть такое? Нам не так рассказали У них там танцуют парни Но у вас же полно красивых девушек Так что это упущение вашей пропаганды Пора сделать геноцид сексуальным опять Но они же уволили ту красотку, которая у них общалась с прессой Вот... вот как они... вот как они... проблемы Это называется проблемы с набором Проблемы Ну... то есть парень даже особо не сопротивляется Я бы кинулся драться, пытался бы... А он не особо-то сопротивляется И как же он будет сражаться на фронте? Как думаешь, как быстро он воспользуется этой российской программой по сдаче в плену? Волга, Волга Да, ну, наверное, сразу же Есть... это из NBC News, что особенно забавно В правительстве США есть обеспокоенность тем, насколько уменьшилось внимание публики к войне на Украине С тех пор, как месяц назад началась Израильско-Палестинская война Это вообще-то не война А еще власти опасаются, что... что... что это может затруднить дополнительные поставки помощи Киев Что за власть? У них ими есть? Да, и кстати, я произношу Киев, я не буду говорить Ки-Ив, так как это котлета по-киевски, а не котлета по-киевски Котлета по-киевски? Я говорил Кев Что, правда? Да, Кев Сейчас начал Да я всю жизнь... Всю жизнь говорил котлета по-киевски Ты же вроде говорил по-киевски Это не так, я никогда так не говорил Когда все началось, я говорил Кев Я пытался объяснить украинке, эй, крошка, на США нельзя рассчитывать Они просто сначала тебя помадросят Ага, ты это говорил А потом бросят Так как они уже присмотрели себе кого-то новенького А судьба просто сучка на вечер Да, но... Это всего лишь флирт Ничего больше Дядя Сэм не настроен серьезно Дядя Сэм как Дон Жуан Сначала притворяется, что любит, а потом берет и убивает Так мы, как говорится, распространяем наше семя, нашу демократию Мы сбрызнем немного демократии тебе на попку и все Поправляй юбочку и вали отсюда Дядя Сэм не умеет любить, разве ты не знала? Дядя Сэм бабник, а также маньяк-убийца А вот что будет Зеленский... Что ему дальше делать? А в итоге он умрет По мне так его убьют Азовские Итак, давай дальше Некоторые военные чиновники Или же он будет сниматься в американских ситкомах Он будет на пенсии в Маяк Думаешь, он будет жить вместе с Хайманом Ротта Как бизнесмен на пенсии В Маяк? Не знаю, думаю, мы его бросим на произвол судьбы И спорим, что Шон Пэн уже не отвечает на его звонки Вот мне вот интересно, он уже продал тот Оскар Спорим, уже продал? Да Как думаешь, он уже продал тот Оскар? Прощу, я дам вам Оскар Шона Пэна, только дайте немного денег Некоторые военные чиновники непублично начали уже использовать термин Тупик Правда? Я думаю, они используют его уже публично Непублично уже говорят, что это с самого начала было пропащее дело И все об этом знают Для описания нынешнего положения на Украине Что вопрос заключается в том, чья страна сможет продержаться дольше другой И чья же страна это будет, по-вашему? Та, которая хватает людей на остановках, чтобы отправить их на фронт Или та, у которой есть еще 100 миллионов людей По-моему, Зеленский говорил, что если они будут проигрывать, то он сам пойдет в ревод, нет? Да, он говорил об этом, если Украина начнет проигрывать Значительных успехов не достигла ни одна страна Россия уже достигла всех успехов, которых и хотела, и она не сдаст назад Так что... Они уже говорят, что это война за сантиметры Ну, только если мы не говорим про Пеннис Зеленского, нет? Также непублично было сказано, что у Украины есть время только до конца года Ну, может, чуть-чуть больше До того, как давление по поводу мирных переговоров станет гораздо значительнее Знаете почему? Потому что деньги закончились У Соединенных Штатов нет больше денег Именно поэтому срок только до конца года И этого бы не было, если бы они не притворялись, что нашли 6 миллиардов под диваном Помните? Ой, у нас тут бухгалтерская описка Оказывается, у нас есть еще 6 миллиардов Представьте, если бы они отправили эти 6 миллиардов в Лос-Анджелес Или в Нью-Йорк Или в Атланту Или в Миннеаполис Или в Испалестину Или в Афинт-Мичиган Представьте, если бы они отправили эти деньги туда Даже если учесть все эти взятки и распилы Даже после всех них все равно получилось бы лучше, чем то, что происходит сейчас Я просто хочу посмотреть Вы же понимаете, что у них на Украине стульчики уже стоят по 3 тысячи долларов Да, вы же понимаете Молотки там уже, наверное, по 5 тысяч долларов Это ведь только так и работает Курт, разве не помнишь все эти истории про стульчики за 3 тысячи долларов? Я думал, что мы посылаем им оружие, они его воруют Я и не думал, что... Вот, послушайте, это забавно Все решения по переговорам принимаются Украины Заявил Эдриан Уатсон, председатель Совета по госбезопасности Мы сосредоточены на дальнейшей поддержке Украины В ее защите, ее свободы и независимости против российской агрессии Кстати, там больше нет выборов Все решения по переговорам принимает Украина Все решения по переговорам принимает Госдеп Соединенных Штатов И больше никто Это все такое... это все словодрочка Байден запросил у Конгресса дополнительную помощь Украине Но пока что запрос никак не продвигается Из-за сопротивления некоторых республиканцев в Конгрессе Да, они, по-моему, даже спикера из-за этого уволили Белый дом — сопротивление В своем последнем запросе Белый дом объединил помощь Украине с помощью Израилю Что нашло поддержку у некоторых республиканцев в Конгрессе Но другие республиканцы сказали, что будут голосовать только за пакет помощи Израилю Байден заверил союзникам США, что Конгресс поддержит помощь Украине И даже запланировал речь по этому поводу Когда 7 октября террористы Хамаса атаковали Израиль Внимание президента сместилось на Ближний Восток И его речь по Украине превратилась в обращение в овальном кабинете по поводу того Почему США должны финансово поддержать Украину и Израиль? Администрация Байдена потратила 43,9 миллиарда на помощь в обороне Но это... это только деньги, потраченные на оружие Да Так что они потратили еще... попробую угадать Еще почти 100 миллиардов на оплату их медицины Зарплату врачей, медсестер, скорой Нужно два по методу Карлита, и это и будет итоговая сумма А... Власти США заявляют, что администрации для отправки на Украину осталось около 5 миллиардов, а потом деньги закончатся А что насчет... а у вас есть деньги для Соединенных Штатов? Вы не тот парень софтей Походу Да Ничего страшного Развитие Украины не было бы вообще, если бы администрация... О, вот оно, не нашла еще 6,2... Вот оно Вот оно Развитие украинского контрнаступления... Развитие? Развитие украинского контрнаступления идет очень медленно Вы имеете в виду, что его нет вообще? Это если назад во время не двигаться И надежда на то, что Украина чего-то добьется, включая достижения побережья рядом с линией фронта, угасает Это... это NBC News Это NBC News Кто вообще написал эту хрень? Кто это был? Давайте узнаем Тут не сказано А, нет! Кортни Кью? Кортни 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 Кью Три человека Кэрол Ли Кэрол Ли Три женщины? Три женщины-репортера Вау Спорим, что все они родились с серебряной ложкой во рту и все закончили Лигу Плюща И им все равно, что они постоянно лгут Обманывать вас — это их работа Вот в чем задача этих трех женщин — обманывать вас, это их работа, и они ее выполняют А, итак Давайте посмотрим, окей, думаю, все Опубликованный на этой неделе опрос от Гэлла показывает снижение поддержки по отправке помощи Украине 41% американцев говорит, что США и так слишком много Помогали Киеву Весьма значительные изменения, ведь еще три месяца назад только 24% американцев так думали Вот интересно, что же произошло за эти три месяца? Администрация считает, что Украине понадобится больше времени на ведение боев, особенно с новым, более тяжелым вооружением Но растет ощущение, что уже слишком поздно и пора начинать договариваться Мы говорили об этом на этом Растет ощущение? Растет ощущение Да Мы знали об этом Еще когда война началась Мы знали еще в феврале Когда она началась? В феврале 22-го 22-го Мы на этом шоу Это просто шоу Знали об этом А теперь им понадобились эти три женщины с NBC, чтобы это понять Как думаешь, сколько есть роликов, где люди такие Идиотские размышления Джимми Дора об Украине? Вы, кто поддерживали эту войну, вы придурки! Они проиграли Один из высокопоставленных сотрудников администрации не согласен с мнением, что США... А что там с Кайлом Калининский и остальными из Breaking Points? Ведь они были полностью за... за финансирование этой войны Разве... Да, конечно До того, как он покрасился или после Я не знаю До того, как он стал этим секси-котиком До того, как появилась его секси-котиковая альтер-эго Со слов сотрудников, украинцев подгоняет погода Но их никак не подгоняет геополитика Что это вообще значит? А... Я не знаю Давайте я... Я забыл прочитать первый абзац Один из высокопоставленных сотрудников администрации не согласен с мнением, что США толкают Украину в сторону переговоров Их подгоняет погода, но их никак не подгоняет геополитика И когда сотрудник это сказал, в комнате раздался громкий холод Какого черта все это значит? Они делают вид, что Украина самостоятельна и сама принимает решения И... Мы не подталкиваем, мы не принуждаем Зеленский умрет То есть его люди... Его должны убить его же люди, а не мы Ведь мы будем не очень смотреться, если мы его не поддержим Так что нам лучше, чтобы он исчез, вот как я это понял С... согласен Вот что сказал Глен Гринвольд Очень жесткая статья, где НАТО почти признает, что они проиграли войну России И теперь должны умолять о мире, надеясь, что Россия удовлетворится 20% Украины, которые у них уже есть И теперь многие люди начнут делать вид, что всегда были против этого кошмара, но... Это неправда Окей, отстаньте от Кристалл Саги По-моему, Кристалл Саги Это в порядке вещей, теперь они будут делать вид, что всегда были против всего этого И Кайл и Сетингер сделают вид, что были против А также, наверное, Янг Теркс, ведь они все были на 100% за Украину Аня, теперь, когда она уже переобулась и... Да, да, извини, Анна Волк уже вообще сошли с ума, и оказывается, эта идея из Украины тоже была не очень Итак, этот парень пишет, представьте, если бы это произошло в 22-м, когда Украине было более выгодное предложение Сотни тысяч украинцев остались бы живыми и непокалеченными, и миллионы остались бы в своих домах А, и еще, сотни миллиардов не были бы спущены в унитаз на ненужное, дефективное и устаревшее вооружение Ам, опять Глент с двумя Н пишет Бедный Зеленский, США нашла новую войну и друга получше Теперь никто больше не заинтересован в его войне Так как новая война выполняет все те же функции и даже больше Извини, мы все еще любим тебя Давай останемся О, это обошлось нам только в 5% нашего военного бюджета Мне кажется, Джимми, что вот чего нам будет не хватать Ам... Вот не Круз Итак, по сути, НАТО принесла в жертву всех этих украинцев просто так Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok